Обсудим теперь, каким образом мы можем внутри монадических вычислений, внутри цепочки, осуществлять условные вычисления, то есть ветвить цепочку и осуществлять некоторые действия или не осуществлять их при наступлении некоторого условия. Начнем, однако, мы рассмотрение не с цепочек монадических вычислений, а с генераторов списков, с list comprehension. Внутри генераторов списков мы могли использовать некоторые дополнительные условия. Каким образом это транслируется в монадический синтаксис? Давайте посмотрим. Перед нами некоторый список LST, который реализован с помощью генераторов списков. x берется из списка, принадлежит множеству 1, 2, 3, y принадлежит множеству 1, 2. Если бы мы не написали дополнительного условия, у нас было бы 6 значений. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Однако, поскольку у нас есть дополнительные условия x не равняется y, то те две пары 1, 1 и 2, 2, которые присутствовали бы у нас, если бы условия не было, они выбрасываются и мы получаем 4 значения без этих упомянутых пар. Во что же это транслируется? Давайте сначала посмотрим на дунотацию, соответствующую этому списку. Ну, первые две инструкции, кстати, понятно, что они просто повторяют те генераторы, которые у нас присутствуют в выделении списков, порождая у нас 6 цепочек вычислений. Три сначала, и каждая цепочка дальше раздваивается. Мы видим, кстати, что поведение никак не зависит от значений. Оно зависит только от количества элементов в списке. А дальше происходит следующая конструкция. Посмотрите внимательно, что здесь происходит. Здесь мы берем x и y, они нам теперь доступны, потому что они у нас описаны, связаны с элементами этого списка. Берем x и y и берем некоторое булевое условие. Булевое условие не находится в монаде списка. Мы это булевое условие упаковываем в монаде списка с помощью return. Таким образом, у нас в монаде списка лежит булевое условие. И дальше мы осуществляем сопоставление с образцом. Как бы вынимаем только что упакованное булевое условие и сопоставляем его со значением true. Что происходит, если сопоставление с образцом удачно? У нас имеется одноэлементный список, содержащий значение true. И поэтому у нас наша цепочка вычислений продолжается дальше. Она не раздваивается, не съеживается, просто происходит здесь не связывание с переменными, а сопоставление с образцом. Удачное сопоставление с образцом просто обращает внимание на то, что здесь появился одноэлементный список. У нас было 6 цепочек и к следующему инструкции пришло 6 цепочек вычислений. А дальше последняя инструкция просто возвращает нам результат. Но это происходит только с теми цепочками, где это условие действительно выполняется. Если же это условие не выполняется, а где оно не выполняется? Например, в первой же цепочке 1.1. Что тогда происходит? В цепочке 1.1 возвращается значение false, упаковывается в монаду списка, одноэлементный список, содержащий false. Дальше происходит сопоставление с образцом, оно неудачное. В этом случае, как мы помним, в монаде вызывается функция fail. А функция fail для списков перегружена и возвращает нам пустой список. Это означает, что в этой цепочке у нас здесь появился пустой список, а пустой список убивает эту ветку. Значит, ветка 1.1 у нас пошла, пришла сюда, в этой ветке вернулся пустой список, поэтому 1.1 не включается в цепочку. Ветка 1.2, сопоставление с образцом удачно. У нас здесь встречается одноэлементный список со значением true, но значение не важно. Для дальнейшего разветвления цепочек важно, что он одноэлементный. И у нас значение 1.2 появляется в нашей цепочке. Значение 2.1 тоже появляется по тем же самым причинам. Значение 2.2 опять же из-за неудачного сопоставления с образцом и вызова фейл упирается в пустой список, и это вычисление засыхает. Таким образом мы можем использовать вот такое вот сопоставление с образцом для реализации вот таких вот условий. Каждое условие на самом деле просто добавляет строку подобного вида с сопоставлением с булевым образцом в трансляцию. Ну, на самом деле все это выглядит вот таким вот образом на низком уровне. Естественно, даже сопоставление с образцом транслируется в конструкцию кейс, но мы уже не будем обсуждать эту работу. Понятно, что на низком уровне выполняется вот такой вот код, который уже не содержит более высокоуровневых и удобных инструментов. Если сопоставление с образцом true, то return, а в противном случае вызывается функция fight. Однако на самом деле использование сопоставления с образцом для ветвления, хотя и является довольно мощным инструментом, однако не очень удобно, часто удобнее для проверки одного булевого условия пользоваться конструкцией if-then-else. И внутри монады списка и внутри любой другой монады мы, конечно, можем пользоваться сопоставлением, точнее говоря, конструкции if-then-else. Вот, посмотрите, как на языке конструкции if-then-else написана соответствующая функция. Ну, LST3' работает точно так же, как функция LST2', мы можем это проверить, просто запустив ее, она возвращает тот же самый результат. У нас имеется 6 цепочек вычислений, но две из них отмирают по той же самой причине, что и в предыдущем случае. Мы просто проверяем условия, а дальше мы должны вернуть что? Мы должны вернуть какой-то список. Когда условие не выполняется, мы помним, что мы явно должны вернуть пустой список, тогда эта цепочка засохнет. Если же условие выполняется, то мы должны вернуть что-то, и здесь мы говорим, что это совершенно не важно что. Нам важно, чтобы у нас вернулся одноэлементный список. А какой-то одноэлементный список, какой хотите. В данном случае я написал строку из одного элемента, но могу написать список из единицы. Дело в том, что значение не важно, нам важно для дальнейшего разветвления вычислений только структура этого контейнера, только количество элементов в контейнере. Ну, мы написали одноэлементный контейнер, поэтому каждая цепочка вычислений либо здесь засыхает, либо продолжается, не увеличиваясь. Если бы я, кстати, написал здесь двух элементов, строку из двух элементов, то у меня произошло бы следующее. Давайте мы перегрузим наш модуль и запустим теперь функцию lst2''. Посмотрите, что у меня произошло. У меня каждое значение, которое мы возвращаем в списке, присутствует, появилось два раза. Просто потому, что эта строка хоть и не дала никакого вклада в значения, которые у меня получились, тем не менее дала существенный вклад в структуру контейнера. Говорится, что когда условие выполняется, когда элементы не равны, то тогда у меня вычисление должно раздвоиться, потому что здесь у меня присутствует двухэлементный список. Продолжение следует...